Девушки отдыхают Я умер в один день со Сталиным. На моих похоронах были только родственники и друзья. Я родился в селе Солнцевка. 11 апреля в среду в 5 часов дня. Царствовал тогда Александр Третий. Ленину был 21 год, Сталину 11. 11 апреля в среду в 5 часов дня. И выстукивал на них свои детские экзерсисы. Весной выпадали дожди и целые ливни. Вода со степных просторов вливалась в реки. Они вздувались и сносили мосты. Так погибла пасека, бывшая тогда увлечением моего отца. Когда мне было 5,5 лет, я подобрал пьеску и играл ее несколько раз. Процесс записывания произвел впечатление. И вскоре после того я овладел им в какой-то мере. Когда мне было 8 лет, родители взяли меня в Москву и там повели на Фауста. Мама, я хочу написать свою оперу. Что ж, стрелять? Нет, погоди. Наживы не мать. Потом стрелять. Милые господа, я благодарить вас должна. Мой учитель Рингольд Морицевич Глиер приехал в Солнцевку в начале лета 1902 года, когда мне было 11 лет, а ему 28. По вечерам Глиер сажал меня за рояль, брал скрипку и мы играли. В возрасте 13 лет меня повели поступать в консерваторию. Господин Прокофьев, войдите. Это все ваши сочинения. Мои, садитесь и сыграйте. Мои, садитесь и сыграйте. Господин Прокофьев, вы приняты в консерваторию. Не понимаю, почему вы у меня учитесь? Поезжайте в Париж, где Бюсси. Помилуйте, да зачем же вы слушаете Сибириуса? Настроение у меня в то утро было смутное. И почему меня сегодня занесло сюда? Я боялся за плохой исход конкурса. Конкурс выиграл господин Прокофьев. Я получил приз. Рояль фабрики Шрёдера. Об Октябрьской революции известия довольно сбивчивые. Всюду восстание большевиков. Мне бы хотелось получить документ, чтобы быть свободным и жить где угодно. Я много работал, и теперь хотел бы глотнуть свежего воздуха. У нас в России так много свежего воздуха. Но вы революционер в музыке, а мы в жизни. Нам надо работать вместе. Хорошо, мы дадим вам необходимые документы. В Нью-Йорке Успех чрезвычайный. Шесть бесов. Прочитал «Любовь к трем апельсинам». Здорово. Можно кое-что сделать. И все-таки я думал о России. Меня страшно тянуло туда. Ни с кем в Нью-Йорке не простившись, я больше Америкой, в сущности, не интересовался. А странно пребывать во Францию с запада, а не с востока. Я хочу заказать вам балет. Я же не могу писать в том стиле, который вы одобряете. Так напишите в вашем собственном стиле. Я не верил своим ушам. Дягилев предложил мне написать балет на советский сюжет. Сонец, лизый, голубочник. Сонец, лизый, голубочник. Сонец, лизый, голубочник. В самом деле, какого черта я здесь, а не в России, где мне самому гораздо интересней. Я выбрал поезд шикарный, чтобы не жалели бедных, уезжающих в страну большевизию. Приходили мысли, не повернуть ли огловли. Ведь речь шла чуть ли не о жизни. За время моего отсутствия, оказывается, я сделался довольно знаменитым. Мастерство Эйзенштейна вдохновляло на создание буквально зримой музыки. 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 И кончена симфония моя. Я умер в один день со Сталиным. На моих похоронах были только родственники и друзья. КОНЕЦ КОНЕЦ